Мы, в принципе, как бы несем в себе абсолютно все процессы, которые могут с нами произойти. Никакой процесс внутри нас случайно не происходит. Ни старения, ни болей, ни выздоровления не происходит случайно. Это включаются те или иные генетические программы. Я говорю, что 24 тысячи программ. Каждая программа, насколько я знаю, 30 тысяч белков, ну разных белков. То есть можно перемножить возможности наших. Но из этих 24 тысяч только 6 тысяч активных, 1 четверть. 18 тысяч, они как бы латентные, скрытые. Они включаются по мере необходимости. Например, если вы ударили ногу, включилась программа и исцелила. И не нужно постоянно включаться, правда? Или наоборот, вы в стрессе, то процесс исцеления заглушается. Почему? Вам нужна энергия для того, чтобы спасаться, а не исцеляться, правда? Ну и так далее. Или, например, вы себя как-то так ведете, что понятно, что вы неудачный генетический образец. Значит, нужно процесс остарения включить и самоуничтожение. Значит, когда мы говорим, что вот у нас двойная молекула ДНК, то это выглядит как двойная молекула, но там шестерная упаковка. Шесть измерений, шестимерная. То есть, когда упаковывается, сначала складывается вот так, потом скручивается, потом перекручивается, потом еще закручивается и так далее. То есть, упаковка вот здесь, на самом деле, очень плотная. И поэтому там возникает вот такая штучка. Вот, допустим, участок беру условно. И вот он участок гена. Вот так, цепочка нуклеотидов. И есть внутренний завиток вот такой, который внутри находится. Гены выражают себя вот сюда. Сюда они не выражают. Поэтому, когда завиток сюда образовался, то эти гены не работают. И большая часть, как видите, у нас упакован вот так. Более того, она еще упакована вот так. К примеру. И потом внутри еще упакована. То есть, чтобы распаковалась вот эта связь, нашла до этой, да, нужно какие-то факторы. Чтобы отсюда вышло сюда еще факторы. Например, первый фактор, который разматывает, который разматывает, это, например, если вы не отдыхаете. Если не отдыхаете, вы начинаете это распаковывать. Если ты не отдыхаешь, значит что? Значит, ты внизу пищевой цепочки, тебе надо постоянно выживать и так далее. То есть, представим, в работе. Распаковалась. Теперь вот у нас пошла цепочка с такими вот, да, шарами. Теперь, мало того, что вы не отдыхаете, вы еще и не доедаете. Или питаетесь слишком однообразно. Значит, надо распаковываться следующий слой. Мало того, что вы не отдыхаете в целом и плохо питаетесь, вы еще слишком много работаете. То есть, не отдыхать, а работать немножко разом, понимаете, да? То есть, вы бегаете, что-то там постоянно облегаетесь, распаковываются дальше и, наконец, она себя начинает выражать. Потому что, когда ты не отдыхаешь, не доедаешь и повреждаешь себя, да, уже болевые факторы, то ты явно не, как бы, ну, неудачный генетический образец. Что тебе мучиться? Надо сохранять гены. Надо сохранять жизнь, а не тебя. Потому что ты их, как бы, все портишь. И поэтому начинается распаковываться и начинает выражаться. Это вот как распаковывается скрытый ген. И вот отсюда, вот здесь он начнется болеть, а здесь начнется старение. Вот здесь вот начнется, как бы, да? А, недомогание, потом болеть, потом старение, а потом ускорение самоубийства, да? Ну, то есть, чтобы быстро человек умеет, а что сделать? Там инсульт подбросить, там, инфаркт, там, рак, ну, еще чего-нибудь. И это все внутри нас заложено. Это не что-то внесено, там, вирус подхватили, еще что-то. Он порчен. Это внутри нас, если нас не отдаётся, бесполезно. Чтобы на нас надеть, мы такую прочность обладаем, что бесполезно. но, когда вот это распаковывается, я говорю, что вот здесь. И степень этой распаковки, она начинается с сжатия вот этого. То есть, ДНК может закрутиться направо, и когда закручивается, как бы, как затягивает болты, да? она сжалась. Когда она расслабилась, она разжалась. Когда она сжимается, она форсирует вот эти вещи. Когда разжимается, она опять запаковывается. И поэтому очень важно, вот, например, понять, что вот эти вот вещи, сжатия-разжатия и распаковки, они зависят от чего? Они зависят от того, счастливы или несчастливы, от эмоций. Если у вас много неприязни, отвращения, раздражения, будете закручиваться направо. И распаковывать механизмы самоуничтожения. Потому что вы сами говорите, жизнь не удалась, я раздражу. Всё не так. Что-то пошло не так. Все пошли не так. Но если вы, наоборот, расслаблены, вы какое сообщение даете себе? Всё хорошо. Всё прекрасно. Жизнь удалась. Я процветаю. И так далее. То есть она всё начинает расслабляться. И, конечно же, это начинает выпускаться позже или вообще не выпускаться. Вы начинаете контролировать это. Сейчас есть даже предположение исследований, что там ум может даже изменять генетический код. Не только вмешиваться в эти процессы. Ну, то есть вот это уровень распаковки. Это уже влияние ума, понимаем, да? В частности. Продолжение следует...